Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я буду рисовать пейзаж акварелью. Техника называется а-ля прима. Также еще ее называют письмо по мокрому. Я расскажу, чем хороша хлопковая бумага при использовании этой техники и какие эффекты можно добиться с помощью сочетания хлопковой бумаги и техники а-ля прима. Я выбрала очень простой пейзаж, который может повторить каждый. Поэтому запасайтесь акварелью, запасайтесь бумагой и начинаем. Акварель я взяла Виндзор Ньютон. Это однопигментные краски. Чаще всего именно эта фирма стремится к однопигментности. И это жидкая акварель. И если вы, например, пользуетесь жидкой акварелью, вы можете себе приобрести дополнительную палитру, где вы будете выдавливать определенную акварель, но она после засыхает и становится, как обычная акварель в кюветах. Поэтому, чтобы цвет был более насыщенный, каждый раз обновляйте. Лучше меньше выдавите краски, но каждый раз лучше обновлять. Ну и в случае, если вы там идете на пленэр, то можно взять просто уже эту готовую палитру и отправляться на пленэр. Итак, я сейчас выдавлю те цвета, которые более необходимы нам. Хотя, как бы красноватые оттенки нам не нужны, поэтому красный я не буду выдавливать. Хотя есть такой нехитрый прием, когда мы используем изумрудный и оранжевый. Получается интересный такой цвет, поэтому я сейчас все буду показывать. Выдавливаю синий, это ультрамарин. Ультрамарин. Кто-то очень любит эту краску, кто-то относится. Вот видите, то есть цвет, который уже там высох, он такой вот по пигментности не такой яркий. А когда мы выдавливаем краску прям из тюбика, цвет насыщенный, и когда вы выкрашиваете, легче брать эту акварель. Кстати, если у вас, например, засохла акварель, и вы не можете открыть, кидайте свою акварель в тепленькую водичку, и через минуту акварель откроется. Вот такой карандаш механический. Вроде пилот называется фирма. Да, пилот у нас кисти. Давайте еще расскажу, какие кисти я беру. Я беру одну синтетику. Это фирма Vista Artista. Затем Sonnet. Кисть тоже синтетическая. И вот такая кисть. Это у нас белочка фирма Рублев. Намечайте линию горизонта чуть-чуть ниже средней линии. Если средняя линия у нас идет по центру, то эту линию вы намечаете чуть-чуть ниже. Вот таким образом. Линия горизонта, естественно, лучше изображать либо ниже, либо выше средней линии. Итак, также прорисовывайте небольшой домик, чтобы сделать центр композиции небольшой. Но я думаю, с домиком никаких проблем не возникнет. И здесь небольшие деревца. На переднем плане цветы. И все это поле, все оно в цветах находится, желтых. У нас вчера была гроза, и я получила вдохновение, чтобы нарисовать грозу. Берем плоскую кисть. Это может быть, кстати, козочка, если у вас есть такая кисть плоская. У меня это синтетика. И смачивая... Ой, так чуть-чуть зеленый там пошел, но ничего страшного. Скорее всего, я что-то рисовала и плохо отмыла кисть. Я смачиваю эту поверхность листа. Кстати, хлопок очень хорошо взаимодействует с техникой а-ля прима. Но, опять же, я пока тестирую эту бумагу, узнаю. Но мне пока больше нравится целлюлоза. Когда вот смочила я верхний слой, где у вас будет находиться небо, беру кисть меньше, беру ультрамарин, смешиваю чуть-чуть с синим русским. И немножечко ввожу этот цвет в пространство. Можно даже чуть-чуть... А вот черненький забыла. Чуть-чуть черненького. Пока это еще консистенция не высохла. Не дайте высохнуть. Потому что, если вы дождетесь, пока это все высохнет, беда будет. Это же у нас хлопок. А хлопок нельзя исправить в нем что-то. То есть нужно работать по-мокрому. Но пока это еще работает. Я чуть-чуть в русский добавляю черный. И смотрите, какой цвет благородный становится. Кто-то, конечно, игнорирует черный. Но не до фанатизма, чтобы, конечно, все серое не было. Но мне нравится сочетание даже русского и черного. Смотрите, какой интересный цвет происходит. Поэтому я использую черный в акварели. Так как получаются достаточно приятные оттеночки. Можно даже взять кисти поболее. Я чего-то даже не подумаю. Такую кисть возьму большую. Чтобы небо сразу схватить. Красивые, конечно, переходы получаются. К хлопку, конечно, нужно приловчиться. Так как я практически всю жизнь писала на целлюлозе, естественно, мне легче дается целлюлоза. Но нужно учиться, как говорится, всему нужно учиться, чтобы понимать, какой материал больше всего нравится. И потом уже, естественно, уверенно говорить, что эта бумага вам больше нравится. Я смешиваю более темный краю и провожу. Теперь немножечко соединяю таким вот образом. Пока у нас еще там не высохло все, я еще разберу черный с прусским и прохожу интенсивнее вот эту часть. Еще интенсивнее нет у нас грозовые тучи и, как вы знаете, они всегда более такие темные, в особенности к линии горизонта. Немножечко дугу такую прорисовывайте, как будто верхнее облако чуть-чуть нависает, тем самым создавая фихер событий. Так, и чуть-чуть заходит тоже этот тень немножечко. Раз, верхнее облако тоже более темное. так, теперь можно чуть-чуть высветлить. Вы берете, очищаете кисть и там, где у вас должны светлые облака, немножечко кисточкой высветляете. это, конечно, сложнее сделать, так как, опять же, я говорила, что это у вас хлопок, если вы рисуете, то это сложнее сделать. Если вы, например, рисуете на целлюлозе, высветлять более просто и естественно можно не так быстро это все делать, то есть можно даже высветлять, когда все высохнет. Здесь же нужно все активно, пока еще все по-сырому. Чуть-чуть высветляю эту часть вверху. Можно добавить чуть-чуть водички, чтобы какие-то разводы здесь были интересные облака. Просто добавляйте водичку сверху и вот как вы видите немного получаются такие как пятнышки. то есть поверх вы добавляете чистую водичку. так чуть-чуть еще с нижней облака они немного выходят, быстрее движется и ниже находятся из-за этого они чуть-чуть здесь и проходят таким движением. Так теперь нужно сменить водичку чтобы желтый был чисто желтым. Поэтому после того как вы написали небо меняем водичку и возвращаемся к процессу хлопок всегда сохнет дольше нежели целлюлоза поэтому в любом случае вы успеете теперь смотрите я беру изомрудный и смешиваю с этим цветом таким английское красное и получается оливковый цвет и этим оливковым прорисовываю то есть сначала нужно смочить всю поверхность эту до этой грани все смачиваем больше водички просто добавьте и немножечко смочите первый слой потом в него просто добавляйте тон где-то даже можно синенького пустить пока у нас еще верхний слой облаков сырой то вот эта часть будет сливаться если вы хотите чтобы все четко было можете подождать либо высушить например феном некоторые сушат феном чтобы ускорить процесс рисования здесь уже такое соприкосновение идет с небом и этот зеленый плавно переходит в небо все цвета становятся более глубокими насыщенными опять же не смешивайте больше трех цветов если конечно пигменты у вас позволяют например однопигментные это не больше трех пигментов я хотела сказать бывает так что в цвете уже есть три пигмента и соответственно его мы не смешиваем ни с какими другими оттенками а используем чисто теперь немножечко желтенького хочу сюда пустить и более светлые моменты где-то даже чисто желтый на верхней части пустить такой желтый совет сам домик имеет охристый оттенок верхней часть вот это вот а крыша английская красная берем английскую красную и прорисовываем вот эту часть дома можно даже немножечко добавить синего чтобы тень была более контрастная вот так но мы к этому еще вернемся это первая такая прописка можно так сказать теперь мы берем опять же большую кисть хорошо сполоскиваем и возьмем добавим нижнюю часть все зальем водичкой так и начнем писать берем среднюю кисть затем желтый желательно лимонный и добавляем верхнюю часть цветов так как это поле цветов поэтому здесь оно практически не видно что там происходит заполняем до середины этим желтым и плавно переходим в зеленый но опять же зеленый не такой яркий видите он слишком яркий будет и в него мы просто добавляем английскую красную либо оранжевый и получается такой хороший зеленый цвет вот таким образом вы соединяете два цвета зеленый с желтым плавненько вводите вот таким образом опять же мне такое явление в природе очень вдохновляет и я всегда любила наблюдать за этим на природе они из квартиры так теперь берете опять желтый и в этот зеленый вы добавляете такие точечки таким образом там где они сливаются вы добавляете такие слегка внедрения желтые капельки где-то больше где-то меньше чтобы соединить что это цветы все-таки да здесь группу какую-то создаем здесь можно взять водичку и добавить такие водные капли и желтенького также на передний план здесь оставляем немножечко больше зелени с правой стороны а сливы заполняйте больше желтеньким пока это еще все по-сырому берите плоскую синтетику и делайте вот такие острые линии тем самым создавая передний план пока это еще возможно так как затем это будет сложнее сделать итак продолжаем писать дальше на немножечко все подсохло поэтому я предлагаю еще раз смочить поверхность вот здесь например и уже добавлять пигменты другие так как там все равно есть такой зеленый тон точечками тоже добавляем как мы здесь точечки такие желтые внедряли я просто не успела сразу сделать так как я еще снимаю соответственно нужно было отправить и сюда добавляйте по свежему чуть-чуть зеленые оттенки видите как все в принципе просто все это происходит теперь можно чуть-чуть здесь еще добавить где переход то есть здесь вы добавляете желтый а в желтом добавляете зеленый и это смотрится интересно так теперь можно взять опять изумрудный смешать с коричневым может быть вот так более темнее и прописать где-то здесь такие какие-то моменты более понятно надо но уже по-сухому где-то можно разбавить до конца такие узкие если конечно есть такое средство чтобы передний план немножечко оставить светом то можно его использовать этот кусок совсем не нравится я еще раз запомнила здесь можно взять например желтый и внедрить уже желтый то есть все равно в тени где-то что-то присутствует этот желтый прям интенсивно добавлять вот таким образом второй слой он все равно более сложный более интенсивный и здесь такой более штриховку сделать островатую на переднем плане более темную чтобы здесь четкая грань была я еще возьму желтый и доведу так как все уже подсохло я просто сделаю вот эту линию более четкой чтобы не было вот таких белых просветов смотрите что мы еще делаем с облаками я немножечко пройдусь чуть-чуть ниже на деревья возьму опять же голубой с черным и пройдусь ближе таким вот образом немножечко заходя на вот эти вот желтые фрагменты чтобы желтый загорелся еще больше и он был такой насыщенный вот так эта работа в итоге выглядит я вставила в рамочку также есть паспортом и стекло конечно акварель нужно всегда так оформлять работа выглядит в рамке конечно же лучше поэтому кому понравилось это видео обязательно ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить мои видео я буду очень вам благодарна а те кто досмотрел мои видео до конца желаю прекрасного настроения вдохновения любви и всем пока